Борьбу с коронавирусом в Тверской области ведут в режиме повышенной готовности. Сейчас на территории региона развернуты и оснащены специализированные коечные места. На базе 16 учреждений здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Как отмечают в областном правительстве, в случае необходимости будут дополнительно задействованы мощности еще ряда медицинских организаций, включая развертывание дополнительных коек с аппаратами искусственной вентиляции легких. Тверская область готова к любому развитию событий, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом стало известно в ходе совещания, которое в четверг, 2 апреля, провел губернатор Игорь Руденя. Напомним, 17 марта на территории региона действует режим повышенной готовности. В Верхней Волжье развернуты и оснащены специализированные коечные места. На базе 16 учреждений здравоохранения создана госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В случае необходимости будут дополнительно задействованы мощности еще ряда медицинских организаций, включая развертывание дополнительных коек с аппаратами ИВЛ в областной клинической больнице, Нелидовской, Конаковской, Вишневолодской ЦРБ, городской больнице номер 1, а также медико-санитарной части номер 141 в Удомле. Министерству здравоохранения поручено, дано поручение сформировать маршрутизацию беременных женщин, возможных к заражению коронавирусной инфекцией, а также больных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в Верхней Волжье сформированы 12 бригад специализированной скорой медицинской помощи. Они будут выезжать к тем, кто имел контакты с людьми, находившимся за границей, и могут быть заражены коронавирусной инфекцией COVID-19. Ряд производств в условиях сложной эпидемиологической ситуации уже перестроился на выпуск востребованной продукции. Защитные повязки ищут в ряде муниципалитетов Тверской области. Постоянные производства специализированных изделий действуют в Кимрах и Торопецком районе. Эти два предприятия работают круглосуточно. В регионе сейчас развертываются дополнительные мощности для лабораторной диагностики. К лаборатории Роспотребнадзора подключилась работать лаборатория центра имени Аваева. Напомним, на сегодняшний день в Тверской области приостановлена деятельность организации общественного питания, ограничена работа розничной торговли. Продолжают функционировать только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, службы жизнеобеспечения. Приостановлено оказание платных услуг частными медицинскими организациями, заключением заболеваний и состояний, требующих оказания экстренной и неотложной помощи, а также оказания любых стоматологических услуг, кроме экстренных и неотложных. Отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия. Студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения. Приостановлена работа развлекательных заведений, учреждений спорта и культуры.